Пришкольный сад. Спасибо Александру. Яркий пример. Овощи отдавали в столовую, дети ели салаты, садили, выращивали, поливали, подали на директора в суд. Теперь растет трапива. Еще впереди пандемия страшнее. В этот раз сказали, болеть будем все. Вопрос только в степени. Одни сильнее, другие меньше. Еще раз. Детей на свежий воздух. Дача есть на даче. Если изолироваться, то на дачах. Неужели это непонятно? Меньше шансов заболеть, заразиться. И физически развиваться. Физически. Чтобы там где-то у него между ног тряслось, а не сутками за компьютером. Понимаете? Развивать надо детей. Ну почему? Это министр просвещения этого не говорит. Министр наук и образования не говорит. А к президенту Академии НУК, их бы послушали. Меня послушают. Я уверен, что вы на моей стороне. Но это такой узкий круг. Особая спецшкола для особо одаренных. Ну не вылезем, не догоним мы никогда Китаю. У нас же 10 раз меньше. Нам нужно, если нас 10 раз меньше. Ну кто арифметику? Это самое простое на свете не знает. Раз нас 10 раз меньше, чем китайцев. Нам нужно в 10 раз больше одаренных детей. Я что, не прав? И не для того, чтобы их обогнать. Хотя бы догнать. Неужели не видишь, что творится? Я уже говорю, младшенькие вот это, вот это, значит, сеньки. Я говорю, ну мне не потянуть. Два кружка это. Пять тысяч мне обходится каждый ребёнок. Все по два кружка. Вот. Ну ещё надо, ещё надо. Оказывается, китайский язык есть. Преподается китайский язык у нас в Иврике. Сейчас вдохну, ещё достану 2-3 тысячи. Успеет бы. Когда у нас будет китайская администрация, но люди уже будут. Работники нужны будут, да. Не все где-то загонят, как гитероевреев. Школа убивает в другой природе. Вот. Ничего я не успеваю. Вот я внутри восклицательных знаков. Елена Александровна Савинич. Вот. Она не одна. Нас много, ребята. Каждый должен в своём месте превратить потолок. А это мой потолок. 100 грамм, всё. Единичные выскакивают за 100 грамм, не считается. Это мой потолок. Пожалуйста. У себя, везде, всюду. Это так просто. Уже всё рассказываю. Даже неудобно говорить. Ну, вырастите за пять лет четыре поколения. Это так просто. Проходили, проходили. Показывайте самые химеры. Только удалось вот этой химере. Вот этой вот. Сейчас. Вот она, видите. Была такая. Вот. Это чистая химера. Спросите любого учёного. Знаешь, что он скажет? Он скажет, а я их ни разу в жизни не видел. Показывай всем. Показал Елена Александровна Савинич. Это химера стопроцентная. Кроме одной ветки, все они не из почек, а из клеток выросли. А клетка на границе, это то самое место, где каша из клетки подвойной и привойной. Уже не просто там внизу подвойная, здесь привойная. А мы спорим. Вот там, допустим, на высоте 20 сантиметров, 30-50. Уже какой-то плод необычный. Мы говорим, подвой. Извини, допустим, не замёрз уже. Не замёрз уже химера. А зачем нас тыкать, что мы с ладенком химера, если у нас не замёрз уже химера? Она должна быть мёртвая, она живая. То есть, заметьте, наши химеры особые, они наоборот. А для того интересно, как раз химера должна умереть. А у нас берём необычный плод, которому в Сибири делать нечего. Видите ли эту красоту необычную? Привили. Привили как можно ниже. Сразу один из секретов важнейших. Заметьте. А вот скотина, вместо того, чтобы помереть, опять выживалось слово. Но я так, я ласково. А он скотин, вот такой стал. Ну что? Ничего, что я второй раз повторил это. Ну как-то чуть, может, по-другому, а? Спасение Тимирязевки. Нужен неправильный ректор. Придёт неправильный ректор. Ясно, что Ирина Александровна Ильича не успевает. Вот это самое, если он там кто-то возьмёт заместителя в помощь. Ну взяли же королеву красоты, секретаршу ректора. Когда он переехал в Москву, ректор в Сибиряк. Я почему горжусь этими ребятами? Ректор Тимирязевки. Ой, Тюменского университета переезжает в Москву. Становится сразу, это сколько ступеней? 5-8 ступеней преодолевает. Становится министром науки и высшего образования. Наверное, этот ректор, он сибиряк, горжусь. Прорвался один. Но он, скорее всего, ничего про нас не знает. Это другое дело. А почему тогда не прорвался Леонид Савинич? Может, через 5-10 лет. Ну, помечтать можно. Основные болезни – груши. Регулярная обрезка проходили. Терешки-решки. Программы для студентов. Программы для студентов. Вот. Найти вот такие плоды. Только я уже про это. Корол грабят. Еще раз. Почему? Для меня это пощечина. Ах ты скотина. Ах ты себя могу обозвать скотиной. Ничего страшного. Ах ты железа. Ах ты скотина. Ты все на готовое. А тут лапшу нам вешаешь. А надо было всего лишь. Не важно. Железу Петру Иванову. В Москве кто-то. Вот как это. Где сейчас звонок был из этой самой. Ну в общем понятно. С Урала. С Дальнего Востока. Любому взять. Обратиться в ближайшую. Вот видите. Сибирь. Урал. Дальний Восток. Так. Значит. Обратиться в ближайшую. Эту. Взять. Вот как там показывал Савельевич. С плодами. Да. Вот. И все будет расти. Вот. Хотелось какие-то показать. Нельзя. Понимаете. Не будет. Ничего не будет. Вот чем дело-то. Вот смотрите. Здесь у нас есть такой. Мой как бы оппонент. Но был бы он немножко умнее что ли. Но по крайней мере в этот раз обошлось без хамства. Смотрите. Я рассказываю про. Я рассказываю про абрикосы. Сейчас. Это. Минуточку. Чтобы вы поняли о чем речь идет. Вот. Видите. Вот здесь вот. Абрикос Академик. Мифы и так далее. Ну в общем. Потом подробный рассказ. Видите. Почетно. Третье место в мировой классификации. А это моими руками сделано. Вот. А он переделан так. Что. Уже. Смотрите. Вот это третья. Да. Фотография. И вот три ряда вниз. Это он же. Но через поколение. Вот скажите мне. За это я не спорю. А это Академик. Нима лишь отношения. Я на хлебнике. Как называется там. Вот. Короче. Понятно. А вот это. Теперь это. Это. Это мое. А линейка моя. А попробуйте сказать. Что это не мое. А. И. Морду. Ой. Нет. Я. Это самое. Шучу. Шучу. И вот получается. Смотрите. Что между ними общего. А. Это вегетативный гибрид. А. А их не существует. Вы теперь поняли. И вот смотрите внимательно. То есть. И это был шедевр. И вот это шедевр. Еще шедевр я сделал. Александр Возинский. Спасибо. Граждан Возинский. Первый раз без оскорблений. Ну слава богу. Я поэтому взялся вам ответить. Вот. Причем отвечу в моей манере. Смотрите. Так. Минуточку. Что-то в городе дарничать. Дарничать. Смотрите. Почему саженец не может стоить 300 рублей. Вполне оправданная цена. Затраты минимальные. Не нужно теплиц. Туманно. Полив небольшой. А вот откуда цена 1500 не понимаю. Ну 1500 да. Предельная цена у Сергея. Ну я рассказывал. Там хитрая схема. Ну по одному высылать. Вы знаете как это? Даже 1500 рублей. Челкнуться можно. Он почему и пошел в эти. Что уже устал всего этого. Крановщики. А у него было так. Несколько покупается. Ну это первые дорогие. Первые три дорогие. Потом вторые три почти бесплатно. И получается по 600. Ну хорошо. 300 рублей. Сейчас я вам постараюсь объяснить. Дело в том, что 300 рублей вы услышали еще и от меня. Я все время возмущался. Люди покупают за 300 рублей мертвые. 100 купили, все 100 мертвых. Тысячу купили, тысячу мертвых. Я тону в этих горьких письмах и исповедях. Понимаете? А не вы, Александр. Но тем не менее, я попытаюсь по-другому еще объяснить. Берем тот самый, ну 90% нет, не так. Ну Сергей также посылку получил с Крыма. Все мертвые. Я рассказывал, показывал фотографии. Ну все честно. А вот здесь получается так. Значит, на местном рынке можно выбрать. Так ведь? Казалось бы, ну уже все. И человек лапши подавешивает, все. И опять мертвый-мертвый. Ну хорошо, выжил. Откуда этот саженец? Никогда. Вы знаете, есть пытки, применяют там испанский сапог. Вот, это самое. Берут, накидывают петлю на голову. Вот так вот взяли, подошли. У вас веревка и палка. Подошли к продавцу, берете это садик, кто-то его держит. Мы его так обвязали, эту толстую веревку. А потом палку вставили, начали крутить. Пока не лопнет у него этот самый череп. И откуда саженцы? Откуда саженцы? Откуда саженцы? Уже череп лопнул, он так и не сказал. Сказать почему? Он сам не знает. Вот и все. А потом они, те, которые выжили, умирают. И я тогда придумал другой конец этой истории. Почему? Как, думаю, это... Объяснить-то по-другому. Ну, хорошо. Запорожье стоит... Новенький, новенький. Знаете, представьте себе, где-то там музей сохранился. Релитет 100 тысяч рублей. А Мерседес здесь нет. Не здесь миллион. Три миллиона. Ну, то есть 30 Мерседесов. Ой, нет. 30 раз дороже. И вот вы поставьте рядом 30 запорожцев. А я езжу на Запорожье. Сегодня ты его толкаешь, завтра он тебя. Потом ты его. Ну, так, по очереди. Вот. Иначе никак. Ну, иногда доезжал. И вот получается, что 30 запорожцев стоишь. Новенький. Блестят лаком. Ну, пусть это будет 75-й год. А рядом диковина. Мерседес. Ну, выбирайте. Ну, напишите тут. Я бы выбрал Мерседес. Или, по-честному, я 30 запорожцев куплю на эти 6 миллионов. И, значит, буду по очереди за них ездить. Ну, вдумайтесь. Если бы даже и не гибли быть. Ну, никогда. Я же специально вот это показал. Ну, никогда. Никогда вам не продут этого. Знаете почему? Нет этого. Нету на рынке. И быть не может. Южная. Если кто-то вырастил, аж вот такие абрикосы в Италии и Испании. Ну, два звонка с Италии. Константинович, купите крупную партию. Вот. Голос русский, правда. Чисто русский. Но я звоню с Италии. Вот так вот было. И вот получается, что? Ну, что вы хотите? Мерседес или запорожье? Как вы еще убедитесь? Ну, вам спасибо. Я на вас вопрос ответил. Это что, комментарий? Это переписка. Вот мой вебинар, объявление. Вот вы это. А стоить он 300 рублей может. Ну, как это объяснить-то? Ну, я очень говорю про золотые унитазы. Можно на простом сидеть и очень даже ничего. И книжку читать. Вот. Но все-таки, я не знаю, как по-другому еще объяснить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!